Друзья, всем привет! Прежде чем вы увидите основной ролик нашего канала, предлагаю вашему вниманию канал подросток в деревне. Это молодой человек, который разводит хозяйство, причем большое хозяйство для его возраста. Просто посмотрите вот его небольшой трейлер, вы все сами поймете. Поэтому заходите на этот канал, подписывайтесь на него, обязательно жмите колокольчик, и вы будете узнавать о новостях этого канала самые первые. Так что, кому интересен контент, где молодой человек, подросток, разводит хозяйство, то подписывайтесь и заходите. Таких молодых людей по пальцам можно пересчитать. Не так много подростков, которые держат хозяйство, выводят птицу, держат коров и тому подобное. Не каждый взрослый это осилит еще, а вот он занимается этим, снимает ролики и рассказывает о том, что и как происходит у него на хозяйстве. Всем привет! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, вижу пока одного, не знаю. Может, поди, у нее там задавило? Уже на ногах придется. Ну, место готовы. Лампу повесить сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok Такие бегают в заднице все голые у курицы, смешные такие. Что? Кричите. Так, сейчас надо как-то приготовить. Все. Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Сейчас у нас стоит жара. Вот уже несколько дней стоит жара. Сегодня уже тоже жаркий день, сколько она простоит неизвестно. Ну, кто следит, тот знает, кто не знает, кто не знает, сейчас скажу. В общем, когда у нас стоит жара несколько дней, у нас в водопроводе нет воды. Абсолютно вообще нет воды, потому что мы питаемся от топчего водопровода, короче. И так как мы живем на горе, то давления сюда уже не хватает к нам в жаркую погоду, так как те, кто живет внизу, они забирают все давление на поливы, набор воды себе там, резервуары различные. Бывают времена, когда ночью у нас где-то часа в 3-4-5 вода еще появляется, так как люди еще спят в это время. И в это время мы успеваем набрать воду тоже в различные сосуды, резервуары. И, ну, для питья мы ездим, бывает, на ключик тоже, если не успеем набрать. На ключики, на роднике воду набираем. И на полив у нас есть вода, набрана уже. Ну, конечно, если так долго стоять, вот сегодня ночью, например, воды не было, и до сих пор ее нет. Температура на улице сейчас стоит 28, ну, не сейчас, а днем, вот, 28. Вчера была тоже жара такая. Поэтому проблемы с водой у нас здесь бывают именно в жаркие дни. И тогда не просто один день, а именно вот уже несколько дней жарких стоит, то давления нам уже здесь в водопроводе не хватает. Не говорите сейчас не о скважине своей, что нужно свою скважину. Это уже отдельная история, и об этом я тоже говорил, что это не дешевое удовольствие, чтобы пробурить скважину. Вот, а бури здесь надо очень много. Ну, минимум, наверное, метров 50, это точно. Ну, а сейчас пойду посмотрю, что там, как у нас свинья-то. Свинья-то у нас. Ладно, хоть она начала утром пороситься, не ночью. Ночью пришлось бегать к ней. А сейчас утра начала, вот одного поросенка принесла. Сейчас она отдыхает, спит. И сейчас у нее схватки идут, как раз вот буквально в течение дня она будет пороситься. Сколько принесет, посмотрим. И это будет у нее последний опорос. И она, когда, ну, так скажем, воспитает, вскормит, правильно сказать, вскормит поросят до того возраста, когда они уже сами начнут есть уже. Вот, и тогда мы ее будем... Опять сейчас скажу, и опять придерутся к словам. Как правильно сказать-то? Короче, больше свиней мы держать не будем. Вот. А эти поросята, которые она принесет, ну, часть выставим на продажу, что-то продадим. А что-то останется, мы оставим уже себе. То есть, они лето вырастут, и к зиме уже у нас будет мясо. Вот такие вот дела. И с поросятами мы завяжем. Больше не будем мы вводить поросят. Почему? Потому что, ну, я скажу, в нашем случае, содержать свиноматку и хряка, это не так уж это и дешево. Потому что хряка просто так кормить, он один раз покроет свиноматку, а потом целый год просто так ест. Вот. Куда-то возить свинью, но это тоже проблематично. Это не коза. Козу можно пока в багажник загрузил, свозил ее там или сводил кому-то. Со свиней так не получится. Поэтому проще, если на будущее, если Бог даст еще в жизни, здоровье, то мы возьмем одного-двух поросят. Просто будем покупать, выращивать себе на мясо и таким образом уже обеспечивать себе мясо. А содержать это дорого. Проще купить маленького поросенка, там, месячного-двухмесячного и вырастить его. Это все так проще будет, чем содержать свиноматку. Так как поросят, которых она приносит, не так хорошо и берут. Ну, возьмут одного-двух поросят и все, остальных-то нужно как-то содержать, выкармливать. А корма, вот вчера я на базу ездил, корма еще подскочили в цене. То есть пшеница, вот сейчас, вчера, пшеница, мешок стоит 800 рублей килограмм у нас на базе. Вот. Овес тоже 500 с чем-то там, мешок 40 килограмм. В общем, корма дорожают. Поэтому содержать становится все сложнее скотину. Вот. Поэтому, скорее всего, просто будем пока курицы держать. Ну, сколько, немного, потому что... Хотя вот нынче люди многие спрашивали про птицу. Звонят, до сих пор некоторые звонят. Будете ли продавать? Ну, это уже, когда мы раньше занимались продажей птицы. Сейчас уже, как сарафан на радио, все еще работает. И люди продолжают звонить. Ну, не каждый день, конечно, но время от времени кто-то позвонит, спросит про птицу, будете ли или нет продавать. В основном, птица, она идет весной хорошо на продажу. Именно людям-то нужно не маленьких цыплят. Ну, вот маленьких цыплят, ну, партию продали нынче. Ну, тоже невелики доходы, конечно. Она только покрыла электричество. И корма покрыла для молодняка, потому что корма дорогие. И электричество тоже мотает инкубаторы хорошо, энергии потребляет и обогрев тоже. Ну, буквально мы, наверное, только покрыли все эти расходы и все. Больше прибыли-то как бы не было от этого. Поэтому мы не стали содержать. А цыплят плохо берут. В основном людям нужно все, взрослую птицу уже где-то 4-месячных, 5-месячных, которые бы уже неслись. Потому что многие люди берут кур именно на сезон, на летний сезон. Ну, чтобы не содержать, потому что зимой содержать птицу, конечно, сложнее, потому что нужен обогрев. Не у всех это есть. И люди не хотят заморачиваться с этим обогревом. Это же тоже расходы. А зима у нас длинная, по полгода, можно сказать. Поэтому зимой скотину содержать сложнее в плане обогрева. Ну, мы-то содержим, конечно, для себя все равно. Вот. Ну, часть цыплят мы продали, а часть вот этой, которой молодняк растет, он пойдет уже как ремонтный молодняк на замену старой птице. Раньше мы много выращивали птицы. Ну, вот, кто не знает, кто не следит. У нас и много индюков было. Мы гусей много держали. Гусей у нас было, ну, штук 30, наверное, было гусей у нас. Потом индюков у нас было больше 100 голов мы содержали. Было тоже проблематично их продать, всех. Ну, потом как-то в один прекрасный миг. Ну, и то они нас минус загнали. Потом, ну, я говорю, мы покрыли только чуть-чуть там, прибыли было. Потому что по кормам они нас минус загнали, индюки конкретно. И мы отказались от содержания индюков. Потом держали для себя немножко. Ну, сейчас вообще отказались от них. Вот, остановились на курах. Куры, это как бы самое-то ходовое. Потому что мы как считаем? Мы считаем, что, чтобы, ну, прокормить свою семью, именно нужно обеспечить себя мясом, молоком. Ну, и медом, конечно, неплохо было бы. Мед – это тоже первое дело. Ну, и кроме меда еще много пользы от пасеки и от пчел. Вот, поэтому пока вот так вот. Потом козы остаются, куры остаются, пчелы остаются. Остальных не будем больше содержать. За наш, как бы сказать, не многолетний опыт, а несколько лет мы содержали. Пришли к итогу, что дорого-то все содержать. Именно вот птицы. Вот если где-то жить в мегаполисе, там поближе где-нибудь, потому что там цены немного выше, здесь цены низкие. Отправлять почтой куда-то, ну, тушку почты же не отправишь никуда, правильно? Это надо ее приготовить, закоптить там, или еще в тушенку ее закатать там, еще что-то. Ну, тушенку особо тоже люди спросом не пользуются. Видимо, люди привыкли, что пошли в магазин, купили, ну, непонятно, что, конечно, купили, но купили. И съели это все. А продукция, которая с сельского хозяйства, с фермы идет, с домашней фермы особенно, то она ведь стоит дороже намного. Поэтому сейчас, видимо, ну, такое время может быть. Я не знаю, что многие люди не могут себе позволить покупать дорогую продукцию. Это вот я говорю, кто в мегаполисах живет, там, как бы, люди имеют достаток. Они могут себе позволить покупать дорогую пищу. И мясо, и молоко, там, ну, и тому подобное. Поэтому молока у нас сейчас в избытке. Пока вот, слава богу, две козы дают. Вот. Две козы в день 7 литров дают. Это пока вот. Потом она прибавит, конечно. Может, к середине лета, там уже чуть позже они добавят еще. Там, может быть, 8 литров будет. Нам хватает и на творог. Творог часто мы делаем. Творог и молоко пьем. В общем, вот так вот. Продавать мы не будем молоко, потому что... Ну, у нас семья большая. У нас все уходит на ура. Содержать большое количество костный. Тоже это очень сложно. Ну, опять же, по кормам сложно. Все упирается, друзья, в корма. Все упирается в помещение. И так далее. Вот такое все. Поэтому, как говорится, бери нож у себя по силам. Вот берем себе по силам. Сверх сил уже тяжело бывает. Не в физическом плане тяжело, а в плане содержания тяжело. Поэтому себя мы обеспечиваем полностью пищей по продукции всей. Яйцо, молоко, мясо. Ну, вот, Бог даст, нынче мед будет. Прошлый год не было меда, но вот будем надеяться, что нынче хоть что-то получим. Все от погоды зависит. Все, как лето пойдет, там посмотрим. Ну, вот пчелы с утра уже работать, начинают трудиться с самого утра. Это уже радует. На днях сделали отводки. Сильно семьи поделили немножко пополам. Вот, поэтому чуть-чуть увеличили пасеку. Ну, а дальше посмотрим, как оно все пойдет. Если все нормально будет, если матки будут работать хорошо, то... Как раз главному медосбору семьи усилится еще больше. И будем надеяться на хорошее лето. Конечно, бывают нюансы, когда... То матка потеряется, то... Трутовки там, то еще что-то. В общем, всякие... Приходится объединять некоторые семьи в одну. То есть, уже сокращаем, но... Зато получаем семью медовик. И который принесет очень много мед. Ну, плюс к тому, что... Если все хорошо, то... В лесу у нас стоят ловушки. Если, может быть, какие-то раи зайдут, то... Тем самым мы еще увеличим пчелосемьи. То есть, чтобы в зиму было больше ушло. Ну, что бывают моменты, когда... Вот, допустим, нынче у нас в шесть семей ушло в зиму. В прошлый год, осенью в зиму ушло в шесть семей. Вышло тоже шесть семей, но одна матка была, трутовка. И пришлось эту матку убрать. А запасных маток нет в это время. И пришлось семью объединить с другой. То есть, получилось пять. Ну, а сейчас уже в два раза больше. Вот. Пока так. Большое количество, конечно, там... 20-30 ульев это... Ну... Можно, конечно, содержать, но... Кормовая база, она не позволит здесь содержать большое количество ульев. А так вот оптимальный вариант это... До 15 ульев это еще нормально. Ну, вот как-то так примерно. Ну, так сказать, любительская пасека, не промышленная. До промышленных нам далеко, да и мы к этому не стремимся. Это надо кочевать, это надо уезжать куда-то. Ну, у нас нет таких вот больших медосборов здесь. Потому что... Ну, погода сейчас поменялась, вообще сильно поменялась в последнее время. Что будет дальше, опять же, покажет время. Ну, все, друзья, я много говорю уже. Вот небольшой такой вот монолог о нашем хозяйстве, о наших каких-то изменениях, новостях. Ну, а вы следите. Обязательно следите за каналом. Делитесь видео с другими людьми. Ну, будет здорово, если вы посмотрите под этот ролик, вообще под каждый ролик в описании. Там написано, что нужно сделать, чтобы поддержать наш канал. Очень просто. Никаких вложений вам не нужно делать. Просто одним нажатием мышки, и вы уже поддерживаете наш канал, и таким образом помогаете развиваться в этом. Ну, а все ведь зависит от вас, не только от меня. Снятие это я сниму, средактирую, смонтирую. А смотрите это вы. Так что многое зависит от вас, дорогие, уважаемые зрители, подписчики, кости и прохожие, так сказать. Ну, и спасибо. Всем огромное спасибо за вашу поддержку. Для нас это ценно. И мы ценим это. Ну, все. Всех благ. Следите за каналом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.